В каком случае собственника могут выселить из квартиры? Разберем только самое важное. Сегодня речь пойдет о том, как могут выселить собственника из его же квартиры. Здравствуйте! Вы на канале Приоритеты с юристом Евгением Корсакином. Давайте к теме. Здесь нет, собственно, ничего удивительного. Собственника могут выселить, но действительно только в крайних случаях. А если вы законопослушный гражданин, то такое вряд ли произойдет с вами. Об этом и пойдет речь в этом видео. Итак, лишиться жилья владелец может при образовании большого долга и при возбуждении исполнительного производства на основании решения суда. А согласно пункту 5 статьи 4 Федерального закона об исполнительном производстве, взыскания по задолженностям должны быть адекватны к требованиям согласно исполнительному листу. Взыскание жилья возможно в случае отсутствия у должника средств для погашения долга. Сперва приставы накладывают аресты на банковские счета и имущества, занимаются поиском другой недвижимости должника. Вот если ничего нет, кроме жилья, применяются крайние меры. При этом единственное жилье отобрать не могут, хотя уже была судебная практика на уровне конституционного суда. Но там вкратце фишка в том, что жилье было дорогим и можно было его реализовать через торги. То есть продать квартиру и оставшуюся часть выплатить должнику, а другая часть пошла в счет погашения долга. Формально закон запрещает изъятие жилья, но в соответствии с постановлением конституционного суда данный запрет можно проигнорировать и здесь не будет нарушения прав на жилище. Также кредиторы могут претендовать и на доли в квартире путем обращения в суд с иском для взыскания средств из доли супруга. Например, поэтому рекомендуется по возможности всегда платить в срок без просрочек, чтобы не было вот таких последствий. За долги по коммуналке тоже можно выселить, особенно если речь идет про социальный найм. Если собственник использует квартиру не по прямому назначению, либо нарушает права соседей, также есть шанс потерять жилье. И наверное самый распространенный случай это выселение собственника по факту незаконной перепланировки в квартире. Здесь тоже надо быть внимательными и советоваться со специалистами рынка недвижимости. По инновации жилья тоже могут выселить, если дом попал в программу. В случае, если дом признан аварийным, происходит принудительное выселение и предоставление другого жилья. Бывают такие ситуации, когда сделку по купле-продаже жилья, суд признает недействительный и дает срок для выселения, хотя вы и являетесь добросовестным приобретателем. Лишение жилья – момент неприятный, но вполне реальный по решению суда. То есть кредиторы не могут ничего изъять самостоятельно или наложить ограничения. Только суд может принять то или иное решение. Также будут учитываться и права самого должника. Ситуации разные бывают. На практике все-таки лишение жилья носит довольно радикальный характер. Но старайтесь не допускать такой ситуации. А пока не поздно, договаривайтесь и приходите к решению проблемы. Ну а если ничего не получается, суд расставит все точки по закону и справедливости. Если видео было полезно, поддержите лайком, подписывайтесь на канал, поделитесь своим мнением в комментариях, пересылайте видео знакомым. Я с вами прощаюсь, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова